Ребята, привет! Сегодня у нас на обзоре снова жесткий диск от компании Transcent на 240 гигабайт. Мы уже обозревали один жесткий диск предыдущих видео, там был Samsung Pro. Он стоил дороже, этот стоит подешевле. Ну здесь и тип памяти другой, и контроллер здесь другой. Ну и вообще совсем другой диск. Он просто стоит подешевле. Взяли мы его для вот этого старенького ноутбука. Хотелось, чтобы он немножко оживился. Чуть-чуть пошустрее стал, но очень стал тормозить, и его почистили. Все равно это не очень помогло, но, надеемся, очень большие надежды возлагаем на этот диск. Он еще совершенно новенький, не распечатанный. Давайте распечатаем, посмотрим, что у нас в упаковке, какая комплектация. Так, вот у нас коробочка в пленочке. Давайте снимем пленочку. Тип памяти у нас у этого диска TLC, а контроллер Silicon Motion SM2256 Cup. Так вот он называется. Ну, в целом, я, если честно, ну, непродвинутый юзер. В целом, почитав отзывы в интернете, ну, неплохие. Их не так много можно найти отзывов, но, в целом, отзывы на него неплохие. Стоит этот диск где-то в среднем 6 тысяч рублей. У нас там была она небольшая скидочка в магазине, и мы его взяли за 5,5. Так, вот у нас коробочка. Ну, и давайте его достанем. Так. Ага. Ну, все, в коробочке больше ничего нет. Положим ее в сторону. Угу. Здорово. Смотрите. Этот диск стоит дешевле. Ну, в отличие даже от того же Samsung, здесь предусмотрительно положили винтики производителю. Это радует. На самом деле, когда мы стали устанавливать вечером тот диск, у нас просто не оказалось винтиков. Пришлось откуда-то их выкручивать и вставить. Вот. Сколько у нас макулатуры. Такая коротенькая инструкция на английском языке. Есть на русском или нет? Нет. Это описание, я так понимаю, только на английском языке. Такие рекламные брошюрки. Ну, тут, как всегда, целая лента. Рекламные брошюрки с их флешками, с переходниками всякими, дисками, памятью и всякой-всякой продукцией. В общем, всякая их неопродукция. Насколько бывает, что можно приобрести. Так. Вот столько макулатурки у нас. И вот тут еще есть. Это еще не все. Здесь еще одна. Еще одна похожая. В общем, тут о дисках, какие есть, видать, модельки. В общем, о продукции. Все эти брошюрки о продукции. Есть ли у нас что-то на русском языке. Чи-чи. Так. Максимальная скорость чтения, кстати, как заявляет производитель, у этого диска до 550 МБ в секунду. А запись до 450. Вот. Гарантию они дают производитель 3 года. Это вам дадут гарантийник прямо в магазине. Или магазин дает 3 года гарантии. Так. Смотрим на русском. Что-то на русском. Да, есть. Трехлетняя ограниченная гарантия. Вот здесь прямо так и написано. Вот. На русском наконец-то такие что-то нашли. Ограничения по использованию. В общем, смотрите, читайте, кому это интересно. Давайте посмотрим сам диск. Вот так он здесь вставлен. Он почти ничего не весит. Очень легкий. Ну, как бы, так и должно быть. В принципе, я оттрогал всего в своей жизни 3 диска таких. И они все были почти ничего не весили. Сделан он как будто бы алюминий. Да, он сделан из алюминия. Вроде бы как это не пластик, а именно алюмишка. Да, сделан из алюминия. Сделан стильно. Такой серебристый. Металлик. Вот здесь, в общем-то, ничего такого нам не написано. В принципе, все, что я вам и сказал. В общем, вот такой вот у нас диск. Очень стильненький. Здесь есть логотипчик. Он переливается. Трансцент там написано. Я искал, когда отзывы на него в интернете. Где-то нашел, наткнулся. Один человек замерял скорость. Он пишет, что чтение в районе 270 мегабайт в секунду. Запись в районе 240 где-то. Фактически ли это? К сожалению, мы не можем проверить. Нет у меня никакой утилиты, чтобы проверить скорость. Но я вам просто передам свои ощущения. После переустановки обычного диска, который сейчас стоит в нашем буке. После как мы поменяем на этот. Я вам скажу свои ощущения. Залетает ли он или все останется так же, как и было уныло и печально. Ребята, я могу вам передать только свои эмоции. Эмоции просто зашкаливают. Меня переполняют эмоции, потому что бук начал заново жить. Он так при покупке не работал. Быстро не работал. Не открывались так вкладки и все остальное. В принципе, ну очень круто работает. Я очень доволен. И считаю, что деньги мы потратили не зря. Наверное, такой эффект будет от любого SSD диска. Но сегодня у нас куплен именно вот Transcend SSD 220S. Я уже говорил. Но вот еще раз показываю, как он выглядит. В общем-то, диск хороший. Ну, на мой взгляд. Я не специалист. Посмотрим, как он будет работать. И в дальнейшем я отпишусь в комментариях, если что-то с ним вдруг произойдет. Если вас что-то интересует, пишите в комментариях вопросы. Я постараюсь вам на них ответить. Также оставлю ссылки внизу. Ссылку именно на диск я оставить не буду. Если вам интересно, купил я его в DNS Technopoint. Именно Technopoint. Потому что там всегда чуточку дешевле, даже чем в самом DNS. И тем более у меня было там бонусами еще 500 рублей. Вышел он в 5500, грубо говоря. В принципе, это приемлемая цена для хорошего диска. Я считаю, что это хорошая даже цена. В общем-то, интересные всякие ссылки. Если вас интересует, как я экономлю, какими кэшбэками пользуюсь, все это будет в описании. Также другие ссылки будут в описании. Так что на сегодня все, ребята. Спасибо вам за просмотр и пока.